Связующее звено между людьми и ведомствами необходимо, особенно в тяжелые времена. Для помощи военным и их семьям в России создан Комитет Семей воинов Отечества. Губернатор провел первое заседание с активом новой структуры. Алексей Русских поручил ветеранским организациям и Министерству соцзащиты активно работать в заданном направлении. Мы будем к этой работе и вас подключать. Самое главное, чтобы семьи у нас не остались изолированными от общества. Олег Шегерданов не понаслышке знает о потерях. В этом году глава регионального отделения Комитета потерял сына. Он участвовал в СВО. Олег немного оправился от горя и вплотную занялся общественной деятельностью. Комитет в сущности уже начал работу, по большому счету. Уже работает горячая линия, отправляются гуманитарные грузы на освобожденные территории. Далее, если касаться планов, которые поставили в ходе нашей работы перед нами, это, естественно, нужно сформировать свой комитет региональный, организовать его работу, взаимодействие наладить со всеми министерствами, также региональными ведомствами, общественными объединениями. С просто людьми, которые готовы помочь ребятам и семьям. Далее, в планах у нас также какую-то информационную поддержку нашей деятельности надо организовать. Но это может быть какой-то телекрам-канал какой-то будет. С региональным военным комиссариатом обязательно в порядке будем взаимодействовать. Ну и так далее, которые могут принести пользу именно для семей и самих военнослужащих. Потому что вопросов юристу очень нужны будут, волонтеры тоже нужны будут. Инициативу по созданию Всероссийской общественной организации поддержал Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участников спецоперации. Виктория Черкова, Уллправда ТВ.